МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Например, еще в 2011 году австралийский изобретатель и бизнесмен Джеймс Куок предложил властям Австралии проект генератора мощностью в 1 тераватт. Я подчеркиваю, тераватт. Австралийские власти провели техническую экспертизу. В официальном отчете эксперта Уэйна Ноланда говорилось, позволило ему вынести положительный вердикт. Это устройство работоспособно и технически воспроизводимо, генерируя на 30% больше энергии, чем потребляя. Доброго времени суток. Сегодня поговорю об генераторе РОЖ немецкой компании, которая разработала несколько видов генераторов. На 5, на 15 и еще на несколько киловатт. Они свои генераторы основали на эффекте. Очень серьезном эффекте. Кстати, всех с наступающим Новым Годом, с рождественскими праздниками. Вообще, всем счастья в Новом Году, удачи. Пусть все будут счастливы. Каждый получит то, что он хочет. Пусть мечты ваши сбудутся. Итак, продолжаем. Значит, эффект называется Гаррина Тизана. Здесь полностью идет описание, что глубина коллапсирования сильно зависит от положения центра масс. Глубина коллапсирования – это та глубина, после которого тело утонет до дна. До этой плоскости тело уплывет к поверхности опять с понижением центра масс. Глубина коллапсирования сильно увеличивается. Один и тот же вес совершает разные работы в гравитационном поле. Здесь приложены полное техническое описание экспериментов. Можем это видеть. Фотографии прилагаются. Можно скачать даже само описание. Полное техническое описание, как проводятся опыты с подробным. Для тех, кто хочет понять, что это такое, в зависимости от того, в каком, как говорится, положении находится тело и его масса в воде, от этого зависит, какую полезную работу может совершать тело. На этом принципе построен вот этот вот генератор РОЖ. Мы можем вот видеть здесь цилиндры. Видим, у этих цилиндров накручены на сверленные дыры. Видим, да? Когда они находятся в определенном положении, жидкость и воздух оттуда выходят. Когда они находятся, допустим, внизу, то там накачивается через вот это отверстие, накачивается воздух. А когда они доходят до определенного положения, воздух выходит. И таким образом они совершают полезную работу. Вот этот вот генератор РОЖ, он был разработан очень давно. Еще раз говорю, по вот этому эффекту Гранатизана. Это знаменитый физик, который открыл этот эффект, проводя многочисленные опыты и испытания, что, оказывается, в зависимости от того, на какой глубине находится предмет, он может совершать разную работу. В зависимости, то есть мы можем этот предмет накачать, допустим, воздухом, и на определенной глубине ему нужно, допустим, меньше воздуха затратить для того, чтобы его поднять на поверхность, то есть свою массу, и совершить еще какую-то полезную нагрузку. А для того, чтобы затолкать этот же объект вниз, нужно потратить меньше нагрузки, чем для того, чтобы его поднять. То есть, ну, если кто-то не понял, переслушайте еще раз то, что я сказал. Не буду повторять. Вот такой вот, это в разобранном виде, а вот таком, он находится в собранном положении. Вот такой огромный цилиндр, видим, да, здоровенный. В нем находятся вот эти вот баллоны, наполненные, ну, просто с воздухом. Здесь мы видим, можем видеть компрессор, который нагнетает воздух. В этом, это на 15 киловатт установка РОЖ. Вот. И она совершает определенную, то есть полезную нагрузку. Там сзади стоит еще генератор, который питает эту установку. Фактически, это и есть БТГ, бестопливный генератор, вечный двигатель, можем называть, которая создала компания. Посмотрите размах. Многие пишут здесь, видим, да, вот цилиндры перемещаются. Вниз они идут, там выбрасываются, а здесь они обратно набираются воздуха и плывут вверх, совершая полезную работу. Многие тут тоже, я читал, пишут, что это обман, что это мошенничество. Вопрос другого рода. Зачем выбрасывать тысячи долларов для какого-то фейка? Не проще ли снимать вот такие вот видео для фейков? Не проще ли снимать вообще вот такие вот видео и показывать, что вот совершается полезная нагрузка, там это генератор, вечный двигатель и так далее, берем магнитик и так далее. Это же проще снимать, правда? Затративаются, ну там пару десятков долларов на неодимы, и все, ну и там берем какое-то железо, подставляем аккумулятор. Чем вкладывать тысячи, десятки тысяч долларов, евро для того, чтобы построить эту установку, когда мы заведомо, допустим, знаем, что она не работает. То есть чисто даже с точки зрения здравого смысла, это я просто говорю, не без всяких доказательств, хотя я только что привел, эта установка работает по эффекту, еще раз, третий раз повторяю, эффект Гаррона Тизана. Это реальный описанный эффект. Я поставлю ссылочку на вот эту статью, я поставлю ссылочки на вот эти вот видео. Кому интересно, все подробно просмотрите, правильно? И мне это посоветовал Ангела Бланка. Огромное вам спасибо за то, что вы мне подбросили это видео. Следующее, также он мне написал на почту. Почту я еще пока не проверял, поскольку я немножко занят. Вот сейчас снимаю видео, и уже, наверное, после Нового года я вам отпишу. Вот, я вам еще раз выражаю огромную благодарность за это видео, что вы мне подбросили, и за эту работу. Я ее раньше читал, но сейчас попробую еще раз более подробно изучить вот это все, для того, чтобы лучше ознакомиться с этим эффектом. Это не правда. Вот ему приводят, что это все мошенничество, что это неправда, якобы кто-то это разоблачает. Вот, можем посмотреть. Сегодня? А, ну понятно, кто это разоблачает. Это у нас нуб. Я его называю нуб, Белецкий, который очень, ну, немножко тормознутый, мозгов своих нету, и он чисто опирается на законы физики, которые придумали. И зачем думать головой, если есть законы физики, которые из пальца высосаны и на небо отправлены по поводу, как говорится, теории относительности Эйнштейна и его знаменитой формулы ЕМЦ равно квадрат. Понятно, да? Не буду сильно оскорблять от Игоря Белецкого. У него свой взгляд на эти вещи. Я думал, что это кто-то более серьезно делает разоблачение, а это делает Игорь Белецкий. Ну, такой он себе раскачет. А я делаю наоборот. Я говорю, что это рабочее. Ну, и кто из нас прав? Время, как говорится, рассудит, кто врал, а кто говорил правду. Я еще раз говорю, я опираюсь на то, что есть этот эффект, и это реально рабочая вещь. Вот и все. Вот такое вот предновогоднее видео. Возможно, последнее. Может, я еще какое-то сниму по поводу того фейка, который я вам показывал. Скажу парочку слов. Так что пишите комментарии по поводу этой установки рож. Что вы по этому поводу думаете? Но прежде чем писать тупорылые комментарии, что это все неправда, работать не будет, пожалуйста, почитайте вот этот вот эффект гранатизана. А потом пишите свои тупорылые комментарии. Что-то не может быть, потому что быть не может. Если вы такие любители физики и говорите, вот, надо изучать физику, вот физические явления. Архимед проводил физические опыты, а потом делал свои выводы. Пожалуйста, любители физики и Архимеда, проведите опыты, прочитайте хотя бы эту статью, а потом пишите свои тупорлые комментарии, что это не будет работать. Правильно? Я что-то не то говорю. Подумайте своей головой, прежде чем, хотя бы почитайте эту статью, а потом говорите, а не тупо, нас так в школе научили, и мы говорим, этого быть не может, потому что быть не может. А вообще, кто-то понимание имеет, что такое формула ЕМЦ равно квадрат. Вся эта теория, она сделана на воображении. Представьте объект, который движется со скоростью света, как мы можем представить объект, который движется со скоростью света, если мы не знаем, мы вообще не можем себе даже двигаться так, чтобы представить, как воображаемый объект, который испускает свет, и так далее. Я потом отдельно сниму видео, расскажу, что такое формула ЕМЦ квадрат, чтобы вы понимали, что это все из пальца высосано, потому что я сейчас затяну это видео на очень долгое, еще на полчаса буду рассказывать. Вообще, это безумная, сумасшедшая, это теория относительности, особенно, и вообще, знаете, что такое масса тела, помноженная на скорость света, это не та масса, к которой мы привыкли, что типа вес, масса, это не та масса, это энергия, это заряд оказывается, чтобы вы знали все. Для многих это будет открытием, понимаете? Так что, ну ладно, это можно долго еще говорить о сумасшедшей формуле Эйнштейна, которая просто из пальцев высосана, вообще ни на каких, ни на какими опытами она не подтверждена, потому что это все воображаемое, это теорема, это тоже та же самая геометрия, неподтвержденные постулаты, которые просто основаны на вере. Ну вот такое вот видео, всем всего хорошего, счастья, удачи и процветания. Субтитры создавал DimaTorzok